еще один момент важный аллахический момент для каширования мяса это смыть соль и сейчас вы видите процесс который называется на иврите не пуц что такое не пуц стряхнуть соль вот они видите здесь страх стряхивают соль потом они будут смывать а потом класть обратно в ведро с уже чистой водой обратите внимание на сукровицу до какого розового цвета вода или кровь которая стекла с этого мяса посмотрите и вот непосредственно они смывают с куска мяса уже соль и только после этого положит его в ведро с чистой водой для того чтобы еще большее количество соли ушло из него и для того чтобы последние 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 капли если есть там крови тоже вышли и поэтому нужно три раза замочить это в чистой воде первая вода вторая и третья вода если видите там три сосуда которые они перекладывают сначала кладут это в один вода должна быть однозначно холодным чтобы соль которая соль и кровь которые остались на куски мяса не впитались мясо которым потом будем кушать если они впитаются в горячей воде то тогда это будет считаться некошерным это мясо обязательно в холодную воду и вот после этого мясо уже будет кошерным до 33 предмета потому что нужно три раза смыть с этого мяса а теперь увидите этот легендарный кусок про который мы уже говорили этот язык и щеки или челюсти вот ровблой моет его в руках нашего гостеприимного хозяина у которого мы проводили всю эту процедуру но он на самом деле выиграл больше всего мяса с этого и взял его себе но как бы нас он пустил как бы для того чтобы показать этот процесс просолки мяса на дому не производства не на заводе а примут на домой они привозят это мясо которое сегодня было зашхитовано эта коровка и полгодика она приехала из австралии совсем недавно бегала и жевала австралийскую травку теперь ее зашхитовая и вот таким вот образом засолили а мы теперь сделали про нее блог про то как она стала кошерным мясом на песах на самом деле мы сняли это давно еще на песах эту коровку уже съели в качестве мясо для праздника